Библейский портал экзегет.ру представляет Третья глава «Второзаконие» читаю для библейского портала «Экзегет. Перевод российского библейского общества». Длинная, честно скажу, скучная книга «Второзаконие», но в ней много подробностей, которые чем-то могут быть интересны. В третьей главе мы читаем пересказ того, что уже читали в книге «Чисел» и другие будут похожие места. Но здесь некоторый такой цельный взгляд на историю Израиля после исхода из Египта. Как он становится народом? Почему ему нужно это «Второзаконие»? Вот это свод законов. Любой из свод законов Конституции начинается с каких-то базовых определений. Что за страна руководствуется этой Конституцией или этим законом? И как она себя видит? И откуда она взялась, эта страна? Обычно такие документы есть. В «Второзаконие» с этого же и начинается. Поэтому вот эти подробности про переход израильтян через пустыню и обо всем, что предшествовало входу в обетованную землю, здесь рассказано. И от имени Моисея идет повествование. Повернув, мы пошли по дороге, ведущей в Башан. Ог, царь Башанский, вышел нам навстречу со всем своим войском и выступил с нами в бой у Идреи. Господь сказал мне, не бойся, я отдаю в твои руки его самого и все его войско, его страну. Ты поступишь с ним так же, как с Сихоном, аморейским царем, правившим Хижбоне. Господь наш Бог отдал наши руки и Ога, царя Башанского, со всем его войском и перебили их всех до последнего. В ту пору мы овладели всеми его городами, мы захватили все города до одного, это 160 городов, вся область торгов, Башанское царство Ога. Ну, это одна из территорий, про Башан уже шла речь много где, опять-таки в второзаконии ничего принципиально нового нет. И были народы, с которыми они разошлись мирно, вот были народы, с которыми они воевали еще до входа в Ханаан. Все это были укрепленные города с высокими стенами и воротами на запоре, а сверх того множество неогражденных селений. Мы предали их заклятие и уничтожили, поступили так же, как с Сихоном, царем Хижбонским. В этих городах мы истребили мужчин, женщин и детей, а весь скот и захваченный в городах добычу мы оставили себе. Извините, вот так тогда воевали, это все, что я могу сказать на эту тему, ничего хорошего в этом нет. Часто люди, читая Ветхий Завет, впадают в ступор, я бы даже сказал, от того, что люди там описаны такими, какими они были. Израильтяне в том числе, да, предали заклятие, то есть убили всех жителей. Итак, в ту пору мы завоевали земли двух амарейских царей, правивших за Иорданом. Земли от Арнонской долины до Горида Хермон. Седонии называют ее Сириона Амарейс и Нир. Но это самая высокая вершина до сих пор, она есть на территории Израиля. Ну, правда, там голландские высоты еще можно поспорить, чья территория контролируемая Израилем, скажем так. Все селения Плоскогорье, весь Галат и весь Башан, вплоть до Салхи и Идреи, городов Башанского, царства Ога. Ог, царь Башанский, был последним из рефаимов, а ложе его железное. Сейчас оно в Равве Амонской, оно девяти локтей в длину и четырех в ширину в обычных локтях. Ну, вот эта вставочка явно не относится ко временам Моисея, потому что это самое ложе перенесено в Равву Амонскую. Это, собственно говоря, Раббат Амон, собственно, и столица сегодняшней Иордании. Ну, и он при этом назван последним из рефаимов. Это какое-то очень древнее племя богатырей, которые обладали гигантской силой, огромным ростом. Вот откуда они взялись, что про них толком нигде не сказано, но периодически их следы здесь появляются. Вот этот самый Ог, Башанский царь, один из них. Земли, которыми мы овладели в ту пору, начиная от Аруэра, что на Дарнонской долине, включая половину Галаадского Нагореца, выселениями, я отдал племенам Рувима и Гада. Ну, то есть вот еще в Зай-Ордане, на восточном берегу реки Ордан, начинается распределение земель между израильскими коленами или племенами. Остальное Галаад, а также весь Башан, царство Ога, я отдал половине племени Моносии. Всю область Оргов, весь Башан, прежде называли землей Рифаимов. Вот эти самые загадочные Рифаимы, соответственно, они там правили, видимо, в итоге их последний представитель. Ну, ничего, только домыслы у нас есть. Но Яирсон Моносии владел всей областью Оргов, вплоть до границ с гешурцами и маакейцами, назвал ее своим именем, так что и по сей день Башан называют Яировыми деревнями. Ну, вот это опять-таки один из израильтян Моносии, собственно, это одно из племен, поэтому вот второе новое название. «Махиру я отдал Галаад племенам Жруима и Гады, я отдал землю от Галаада до Орнандской долины, с границей по дну долины и до реки Ябок, за которой живут амманитяне». Кроме того, я отдал им Араву с границы по Иордану, от Кенерита до Аравского Мертвого моря и до склонов горы Фазга на востоке. Ну, мы не будем подробно углубляться в географию, собственно, проще всего взять карту, где показано распределение земель между израильскими племенами, и там то же самое, но только нарисовано, и поэтому легче охватить это взглядом. «В ту пору я дал этим племенам такой наказ. Господь ваш Бог отдал вам во владение эту землю, но вы, воины, должны идти на бой впереди всех сынов Израилевых. А ваши жены, дети и скот, я знаю, как у вас много скота, пусть остаются в селениях, которые я дал вам. Когда Господь дарует братьям вашу мирную жизнь, как я даровал ее вам, тогда они овладеют страной на том берегу Иордана, которую отдает им Господь ваш Бог, тогда вы вернетесь в свои наделы, которые я дал вам». Ну, тоже важнейший принцип, да, вот завоевывая территории, некоторые израильтяне получают надел сразу, остальные должны завоевывать дальше. Те, кто получили, не могут успокаиваться. Израиль, как единый народ, должен воевать полностью, вот, вместе все эти племена, а те, кому досталось раньше, ну, это не их привилегия, это просто вот так Моисей распределил эти территории, поэтому они не выходят из боя. «В ту пору я сказал Иисусу, ты своими глазами видел, что сделал Господь наш Бог с этими двумя царями, то же самое Господь сделает со всеми царствами, по которым ты будешь идти, не бойтесь их, Господь ваш Бог сам воюет за вас». И опять-таки это принцип, который постоянно в этих войнах выдерживается, в книге Иисуса Новина, он здесь упомянут, да, он именно здесь с Моисеем разговаривает, об этом сказано более подробно, да, вот о том, что именно Господь дает победу, тоже ничего необычного здесь нет. «В ту пору я осмолился Господу, Господь Бог, ты начал являть мне, рабу своему, с твоей величии и силы руки твоей. Разве есть другой Бог на небе или на земле, которому были бы по силам такие дела и свершения? Позволь же мне перейти реку и увидеть прекрасную страну за Иорданом и эти прекрасные горы и Ливан». Моисей так и не вошел в эту землю, но вот здесь его желание, его мольба, ну, тем не менее, вот послушаем ответ. «Но Господь гневался на меня из-за вас и не стал меня слушать». Он сказал «довольно, больше не проси меня об этом. Взойди на гору Фазга и погляди на запад, на север, на юг и на восток, погляди своими глазами, ибо не суждено тебе перейти Иордан». Это, соответственно, гора, которая находится на территории современной Иордании и с ней очень хорошо видна вот эта вот за Иорданская область Израиля. «Адай распоряжение Иисуса, велимо быть твердым и стойким. Он пойдет во главе этих людей и сделает их владением страну, которую тебе дано лишь увидеть». Мы остановились в долине Близбет-Паора. Ну, все достаточно понятно, да, и интересно, что Моисей здесь не описывает свои отношения с Богом, из-за которых он был наказан, и, кстати, и другие тексты, которые это упоминают, обычно на этом не останавливаются. Но Моисей — представитель народа, народ упорен, и народ вымирает в пустыне, кроме, собственно, Иисуса Новина и Халива, еще одного разведчика, которые войдут в эту самую обетованную землю. Моисей с большинством. Величайший пророк, который, собственно, провел израильтян от этого египетского рабства и до порога обетованной земли, не входит туда и очень хочет, но не может. Мне кажется, в этом есть очень глубокий сокровенный смысл. Это не просто история, что вот даже Моисей не дотянул до какого-то идеала, но кто до него дотянул? Есть ли люди, которые ни в чем никогда не согрешили? Но скорее в том, что мы работаем на тот результат, которого мы не увидим. Понятно, что мы там каждый день еду готовим, и вот она еда, и она съедается в тот же день или на следующий. И делаем кучу других вещей. Дома прибраться на неделю хватит этой уборки. И это результаты, которые проходят. И точно так же в работе, в чем угодно, есть множество таких повседневных результатов, о которых через год никто не вспомнит, через 10 лет никто не вспомнит. Но есть какие-то великие результаты, как поселение израильтян в Ханаане, о которых знают все, которые определяют облик человечества вплоть до сегодняшнего дня. И вот их мы не видим, когда мы на них работаем. И иногда это горько, иногда это обидно, иногда думаешь, эх, вот не ценят люди, не понимают, вот еще бы немножечко мне вот усилий. Ничего страшного. То есть понимание того, что наши труды на этой земле, они выходят за пределы нашего земного существования, срока нашей земной жизни. Мне кажется, это невероятно важная вещь. Вот ее стоит принять. И дело даже не в том, что Моисей вот в чем-то ошибся, там два раза ударил жезлом в скалу, поэтому потекла вода. Он мог один раз ударить, этого было достаточно. А второй контрольный как бы был лишний. Но это какая-то мелочь на самом деле. Но вот гораздо важнее, мне кажется, это представление о том, что Моисей остается со своим народом, как писала Ахматова. Я была тогда с моим народом там, где мой народ, к несчастью, был. Моисей, который мог бы войти, наверное, лично, он ведет туда народ и останавливается на пороге. И вот на этом пороге дают эти последние наставления. В четвертой главе они и появятся.